Брак, надо его видеть глобально. Это отношения. То, что вырабатывается в семье, те качества, те понимания, те мировоззрения, это то, что нам поможет в разных других отношениях. Если терпение нужно семье, то же на работе нужно терпение. В церкви тоже нужно терпение, в обществе нужно терпение. Общество, даже и в церкви, что-то большое, много людей. И Бог допускает, чтобы была семья, был брак, как что-то самое близкое отношение, как близкое взаимоотношение между людьми. Мы так имеем отношение с окружающим. Но Бог конкретизирует это, когда Он позволяет иметь свою семью. Иметь свою семью похоже на иметь свое удел, свою территорию. Украина это страна. Много областей, много районов. Но вы, как гражданин Украины, есть свой удел. Вы не можете пойти в любое место Украины и стоять и говорить, это мое. За это можно вас посадить. Это товарство. Это не культурно. Поэтому государство, еще в СССР, выделяло каждому свою квартиру, у каждого имел свою работу, у каждого есть своя семья. И там право голоса есть. Любое время сутки вы любимы там, вы ожидаемы там, но не везде. Господня земля. И землю Он дал сынам человечества. Мы знаем, что весь мир ждет нас. Это в общем. Но конкретно Бог дал нам точку отчета. Конкретно Бог дал нам точку начала. С чего начинать? Поэтому Он дал нам семью. Это может быть исходная семья с родителями или ваше новое продолжение, замысло Божие. Когда вы выходите, и Он доверяет вам свое предприятие, свою семью. Ваша семья, которой Бог доверяет вам, близкое, взаимоотношение, которое может быть между людьми. Ту новую, которую Бог дает, должна быть ближе, чем отношения, которые вы имели с родителями. Родители вас сильно любят. И вы тоже без них не можете. Но есть что-то большее. Своей семьи там это должно реализоваться. Это свое. Тут вы художник. Вы можете делать все, как вам нравится, с помощью Бога. Это своя территория. Это своя земля. Поэтому очень важно, если мы сегодня состоимся в браке, чтобы мы ценили свою землю. Чтобы мы ценили свою территорию. Потому что это наш удел. Мы имеем право голоса. И в этой земле, если мы не будем возделывать нашу землю, никто не будет его возделывать. И даже если вы найдете доброжелателей, которые вам скажут, мы вам поможем, это ложь. У них есть свои интересы. Они бы не пришли, если бы нет интересов. Потому что у каждого есть своя земля. У каждого есть свой удел. Работы хватает у каждого человека. И если вы оставляете свою землю необделованную, чужой придет после восьмой самой лучшей. И оставит вас ничем. Моя семья, мой брак, мой удел. Это время и это место, где я начинаю состояться. Где я могу полностью реализовать. Где я могу применять все то, что я имею. Где я могу планировать. Где я могу начинать быть как Бог. Бог своей семьи. Где я могу начинать слышать Слово Божие и исполнять. Если я работаю у кого-то на работе. Если я наемный, допустим. Я не имею власть. Я не имею силы. Делаю все, как бы я хотела. Потому что я там не хозяйка. Я на заплате. Может быть я вижу, что можно улучшить. Если хозяин согласится, слава Богу. Если он не согласится, что я могу делать. А тут моей семье я могу делать евроремонт. Моей семье я могу воплощать. Все то, что приходит. Все хорошее, которое приходит. Я могу задать себе сел. Облагородить свою жену. Относиться к жене, как никто еще на свете не относится. Проект. И начинать разные эксперименты, чтобы восплощать это. Могу задать себе такое направление. Уважать мужа, как никто на свете. И я начинаю работать. Никто мне не мешает. Потому что это моя земля. Это мой удел. Тут тяжело мужа. Я не могу любить. Это уже будет грех. Видите, из своей земли уже проблема. Если начинать там качать права. А тут своей. Могу качать его до завтра. Но в правильном смысле. Могу полностью влаживать себе. Создать хорошую, ценную семью. Но для этого надо знать друг друга. Мы должны знать друг друга. Проблема в семье и в других отношениях. Это потому что мы не хотим работать над тем, чтобы знать друг друга. Мы в иллюзии думаем, что он должен быть как я. Или она должен быть как я. Она должна так думать. Он должен так думать. Если он нормальный человек, он должен это знать. Откуда? Если его воспитали по-другому. Мы должны работать. Мы должны приложить усилия над тем, чтобы познать друг друга. Вы должны изучать его. Познать его. Чтобы разбирать, почему он иногда так. Почему он иногда так. Почему он иногда так. Потому что без знания народ погибает. Без знания жены муж погибает. Без знания мужа, жена погибает. Без знания детей, родители погибают. И когда дети не знают, не изучают своих родителей, когда они не знают, что им доставляет удовольствие, что им раздражает, не будет мира в этой семье. Знание очень необходимо. Поэтому, допуская такое близкое мочение, где мы можем видеть, где мы можем быть наггими, где не надо стесняться для того, чтобы мы познали. Потому что, когда знания приходят, тогда приходят уверенности. Тогда мы можем с уверенностью делать то, что Бог предназначен делать. В браке нужны все качества жизни, которые мы приобрели до этого. В браке мы еще будем приобрели другие качества. Поэтому в семью, в браке надо входить вооруженно. Должен заниматься неженатыми. Вооружение себя, а не переживание. И те уже в браке, которые это не доделали, должны продолжать этим заниматься, улучшение каши, усовершенствование каши. Брак или семья, знаете, море рядом, песок рядом, лежу, загораю, чего больше не надо, не трогаю, я отдыхаю. Будет время. Жизнь имеет такая сложная функция. Есть вверх, есть вниз. Мы знаем, что редко бывает, когда все идет гладко, потому что побеждая всякие испытания, мы укрепляемся, мы получаем силу, мы получаем все качества, чтобы идти дальше. И в семье будет время радости, время печали, будет время, когда мы сильно работаем, будет время, когда мы радуемся. Будет такое время. Поэтому это не значит, что брак вообще это страшно, лучше не жениться, нет. Даже если вы не женитесь, вас не избавляет от таких отношений, потому что вы сидите рядом с человеком, вы работаете с людьми. Бог хочет, чтобы вы больше вырабатывали в семью, и потом быть хорошим хуренем для других, начиная с себя дома. И то, что вы не женитесь, вас не избавляет. А от той работы, которую вы должны делать. Поэтому мы должны работать над качеством. А какие качества? Качество Креста. Плод Духа. Плод Духа. Потому что в браке все пригодится. В браке все пригодится. Они нам необходимы. И в браке они совершенствуются. Иногда мы думаем, что мы что-то знаем. Пока нет испытания, пока никто не проверяет, пока нет контрольной работы, мы думаем, что все нормально. Потом, когда мы начинаем писать контрольную работу, я думала, что я знаю. А тут вопрос стоит, опишите, и описать ничего не можем. Или раскройте, не раскрывается. А до этого мы были уверенными, думаем, что все знаем. Когда мы не состоимся в браке, мы работаем. А когда мы уже в браке, мы просто пишем, контрольную работу. Первый раз не писал, ничего. Иди учись дальше. Второй раз попробуй. Это будем писать всю жизнь. Потому что все то, что мы имеем до этого, совершенствуют браки. И когда мы доходим до этого состояния совершенствования, будет мед. Молоко и мед. Будет ханан. Бог давен до земли обетованной. Действительно, все в отношении может быть очень сладкое. Но, как говорится, нет победы без тренинга. Мы должны сражать самим собой. Мы должны усмирять себя. Мы должны поставить второго выше себя. Тогда мы должны наслаждаться. Тогда смиренному Богу раз благодать. Благодать наслаждаться. Благодать быть благословенным. Но просто так это не ходит. Поэтому мы должны работать и работать. И все, что очень в отношениях семьи, в браке, это обращение. Обращение стоит миллион долларов. И мы себе сделаем много блага, если мы начнем работать над нашим обращением. От того, как мы обращаемся к человеку, зависит обратная связь, как у нас будет. Мы должны видеть людей, которым мы имеем отношение, как сосуды чести. Это еще очень важно, если муж или жена не занимают высокого положения. Те, которые занимают высокие положения, их и так уже уважают. По именам не называют. Как-то они уже чувствуют свое достоинство. А если у вас обиженный человек, вы должны начинать видеть его, как сосуды чести. И дома начинать обращаться к нему, как очень важный человек. Я что-то заметила. Да, я ложу. Моему мужу кушать, все приготовить. Кроме того, что я готовила, еще в тарелку взять, накладывать все, положить на столе, вивка, нож, стакан. Он лучше кушает, чем когда все просто стоит на плите, и ему самому надо взять. Мы, женщины, ну что, уже пахали, уже готовили и салат, и суп, все сделали. Что еще надо человеку? Иди сам возьми и кушай. Но, когда мы уважаем человека, и когда у нас есть возможность, если мы еще идем на один шаг больше, потому что человеку приятно, знаешь, заходишь, все как в ресторане. У меня вообще есть мечта, чтобы у нас дома все было как в ресторане. Вы заходите в ресторане и кушать хочется, потому что атмосфера просто хорошо. Что хотите, что вы хотите, что вы будете пить. Вам показывают минуту, рассказывают, что там входит, аппетит, вы уже не можете дождаться, что будет. Когда вы заходите в дом и на столе вы видите стакан, сафетки, ош, вилка, все там лежит. Просто хочется. Хотя в процентном отношении это мелочи. Из того, что вы уже сделали, пошли на базары, все выбрали, купили, пришли домой, приготовили. Это же важный час. Настало чуть-чуть вот это обращение донести, доделать до конца. Очень важно наше обращение. И тоже иногда мы как мужчины говорили, иди, погладь меня в руки, я через пять минут ухожу. Ну, уходи. А можно сделать то же самое по-другому? Можно пора идти и сказать, дорогая, могла ли ты помочь мне погладить в руки? Или ты не занята, ты свободна, ты можешь это сейчас сделать? Или я нуждаю в твоей помощи. Это вообще для женщины это классно. Нуждают. В принципе, то же самое, да? То же самое, иди погладить. Мысли одно и то же. Гладить, глагол, гладить. Но обращение очень важно. И надо так, обратиться к вам, все желания пропадут. А в семье никуда деваться. То, что называется, поддерживайте руку друг другу. Помогайте друг другу. относитесь к другому человеку, как бы вы к себе относились. И то же самое с детьми, если у вас есть дети. То же самое принцип работает. Обращение. Обращение. Слово пожалуйста. Оно располагает. Почему Бог говорит, ходим врата со словословием? Потому что хвала располагает в тесте Бога. Не знаю, что Бог не хочет делать. Бог хочет делать. И Бог в состоянии делать. Но хвала располагает больше. Любая жена в радости погладит мужа в руки. Но мы знаем, что жена же не сидит и ждет, когда вы в руки приносите. У нее есть другие дела. Поэтому хорошее обращение делать плавный переход из одного дела в другой. И тоже хорошее отношение к мужу к детям. Вы сами понимаете, что слово, которое мы говорим, имеет большую силу. И как преподнесем, так и получим. Поэтому два раза надо подумать, прежде чем сказать обращение. Даже когда вы делаете что-то доброе, это еще не значит, что вы можете это делать как хотите. Возьми, пожалуйста, я хочу благословить вас. Это тоже друг другу. В церкви, в общество это располагает, это укрепляет отношения, делать его богаче. Еще в нашем обращении важно, чтобы мы сопереживали друг другом, и чтобы мы вникали. Не делать, но вникали. Дело партнера. У каждого есть натябрь вникать. Знаете, когда нам не приходится что-то делать, кажется, что там все просто. И то, что мы делаем, тяжело, а то, что другое делаем, просто. Поэтому мы начинаем пренебрегать то, что другое делает, и возвышать то, что мы делаем. Но когда у нас будет чувство сопереживать, ставить себе на место другого, некоторые мужчины, они не знают, что они всегда легко даже готовят. Особенно если три раза в день надо готовить. Они иногда не понимают, что женщинам иногда приходится просто стоять в кухне, иногда у меня бывает такое, стою в кухне и даже не знаю, что готовить. Вчера это кушала, позавчера это кушали, курицы кушали, рыбу кушали, вот это искусство, вот это процесс, некоторые люди даже не понимают, они думают, что там, ты дома сидишь, ничего не делаешь. Один плюс один суп, воду, соль, если бы вода и соль, мы бы не поправлялись. Иногда мы как женщины, мы не ценим труд мужа, особенно если мы дома, мы ждем, мы ждем, он придет и начинаем его нагружать. Такое впечатление, что он просто вышел погулять, что он сейчас пришел домой, давай работай. Мы должны сопереживать с другом и если муж придет, надо всегда заинтересоваться, что было дома, как было дома, что было, какие трудности. Или если эта жена откуда-то пришла, как у вас была дома? И мы тоже, которые дома, мы даже как была на работе. Некоторые мужчины так страдают от того, что жена ни разу не спросит, как была на работе, чтобы действительно переживали. Обычно спрашивают, как было, все будет заплата, не уволили тебя. Вот в таком повекностном отношении. Чтобы проникав в душу, мы этим не занимаемся. Сап переживать друг за другом. Довести человека в состояние, чтобы он раскрыл свою душу, чтобы мы поддержали. Тогда человеку не будет страшно действительно быть наги перед вами, и он не будет стесняться, потому что даже если он ошибся, он знает, вы будете его поддерживать. Руку. Вместе вы видите, вместе вы все исправите. Он никогда не будет насмехаться на вас, и никогда не покажет соседу, насколько вы плохи. Запреживать друг с другом. Ценит труд каждого человека сопреживать друг с другом. Каждый человек важный, каждый человек уникальный. Я повторяю это не только в семье. Иногда в церкви некоторые люди думают, ну там лидер, я тоже могу быть лидером. Что он там делает? Берет всю славу, а мы тут пахаем. Ему дадут работу, придет к нам, расскажет нам, ваше фамилии, но на самом деле, если мы просто ставим себя на его место, если мы поймем, что то, что он стал лидером, сразу на него без ад, уже готов сражаться. Но мы же этого не видим. Нам физически слава, ему дарят магнитофон, телевизор, это то, что мы видим. А какие духовные атак, какие духовные сражения, как он должен стоять за нас, маловажно, мы не видим, и не надо. Мне тяжело быть под ним, допустим. Но стоит просто ставить себе на его место, анализируя, что он делает, на какие собрания он должен ходить, когда никого не будет, что он должен стоять. Как бы мы себя не повели, Лидия должен взять на ругание за нас, и взять славу, тогда мы поймем, что не так просто. Любая работа, которую человек делает добросовестной, это простая работа. Мы должны переживать друг с другом. Очень важно. Еще в нашем понятии брака безусловная любовь важна. Без этого мы далеко не пойдем. Как я говорила раньше, очень просто, очень легко разочароваться в семье. Это дело одного дня. На второй день после свадьбы можно разочароваться. Очень просто разочароваться. Потому что другой человек, он не такой, как мы. Он отличается. Поэтому в укреплении союза очень важно, чтобы мы решили вопрос с любовью в своей жизни. Чтобы мы изучали, как Бог нас любит, и чтобы мы приняли решение любить другого человека, как Бог нас любит. И для этого знаете, что нам поможет больше всего? Принять решение любить человека без возврата. Мы часто разочаруемся в нашем отношении в семье, в церковь, потому что мы что-то делаем с надеждой, что он мне тоже сделает, когда мне надо. А когда наступает время, когда вам надо, а он ничего не делает, это катастрофа. Когда любви нет в церкви, тогда он меня не любит, тогда она меня не понимает, тогда она не жена, тогда она не заботится обо мне. И проблема, одна проблема, другая проблема просто начинает. Раньше у нас было извращенное понятие любви. В основном у нас была страсть и всю. И эта любовь, она хватала только пока есть чувства. А как только чувства нет, тогда ничего нет. Но Бог учит, что когда чувств нет, тогда все только начинается. Потому что мы живем не по-видимому, а по-невидимому. когда уже чувств нет, значит Бог приводит на другую фазу, на другую уровню. Это значит Бог хочет укреплять нашу любовь. Значит Бог хочет закреплять любовь. Поэтому когда чувств нет, Бог всегда есть. И на Бога можно полагаться, и Бог не подведет. Амин? У нас должна быть безусловная, безвозмездная любви в цепи и семьи, и в общество. Семья, брак, хорошо для нас. Отношения, это хорошо для нас. Правильно Бог говорит, нехорошо человек убить одному. Допустим, я узнала себя больше после женитбы, чем до женитбы. До женитбы я думала, что я очень хорошая. настоящий человек обнаруживается в отношениях. Пока не надо писать контрольную работу, все понимаем, все знаем. Как только надо писать, тогда все знания куда-то деваются. То вы есть на самом деле обнаруживается в отношениях. Семья, это в цепи, это в обществе. Когда соединение начинается, тогда вы можете осенивать уровни терпения, уровня любви, вы можете видеть, вот то, что Библия говорит, что тесто человека несовершенно. Вы начинаете это все видеть. Пока вы одни, как Адам был один, он был среди животных, мне так страшно было. Но когда начинается отношение с лидером, мужем, женой, давление на вас, и натуральный сок даже увидите, какое оно есть на самом деле. Сладкое, горькое, все как есть. Уже нету времени притворяться. До сахара далеко, мед далеко. Все как есть на самом деле. Что есть на самом деле. И вы знаете, кто-то говорит, что нет ничего ужасного в этом мире, чем плохой брак. если вы раньше представляли себе что-то ужасное, один человек делает вывод, что в этой жизни нет ничего хуже, и это союз плохой. Вроде мы женаты, вроде мы находимся на состоянии, на положении счастья, а его нету. Куда нам идти? Доженить бы, мы думаем, что поженимся, и каждый день солнечко, каждый день счастья, а вот поженились, его нету. Или так стремились попасть в Америку, думаем, что приедем в Америку, все, на всю жизнь можно успокоиться. А вот приехали в Америку, еще хуже, хоть тут сало есть, но человек сказал, что нет, и тоже человек говорит, и с другой стороны, нет ничего лучшего, чем хороший брат. Когда есть хороший брат, когда есть хорошее взаимопонимание, это самый большой хайп, который у человека может быть. Когда уважают, понимают тебя, не на улице только, но в своей замкнутой системе, когда ты действительно является отцом, действительно является мать, когда зависели от тебя, когда тебя любят, когда ты можешь сказать, да, у меня хороший брак. Знаете, это сам хороший брак, она работает на наше благосостояние, он питает нас, он прорастает, все необходимо для нас. А если брак плохой, только яд. Если плохой, каждый день плохой, хуже, хуже, хуже. Если хороший, каждый день лучше, лучше, лучше. В каком-то направлении надо расти, надо развиваться. Ничего на месте не стоит. Если плохой, значит, каждый день плохой будет. Вчера ругались, сегодня будем ругаться. И послезавтра тоже будет, если мы ничего не меняем. Но если оно хорошее, если оно строится на принципе Божьем, сегодня не ругали, и завтра не будем ругаться. Оно будет расти, оно будет расти, оно будет расти. И стандарт брак. И нашим другим взаимоотношениям это Слово Божье. Стандарт брака это Слово Божье. Стандарт брака это Слово Божье. Почему я говорю, потому что будет время, когда вам хочется не признавать Слово Божье, потому что вроде вам невыгодно. А вы типа такой муж, глава, знаете, подчиняться, там, смираться. Хочется что-то другое. Хочется другая интерпретация. Не так. Но мы должны принять решение. Наш стандарт в семье притча 30-19 и притча 10-22. В одно из этих мест написано, кто нашел жену, получил благодать от Бога. До этого, да, мы жили в благодати. Но кто нашел жену, на одну степень больше. Бог его возвесил. На один порядок возвел его Бог. Потому что если один погоняет тысячи, двоим они будут погонять не девять тысячи. Если было бы два, было бы неплохо. Мы знаем, что если у нас машина или если у нас деньги, если у нас не будет правильное разумение, правильное отношение, ничего хорошего не будет от этого. Может быть что-то маленькое, но если справленное отношение, мы получим больше в Игоре, чем у кого больше. Так что заключение, мы должны ценить те отношения, которые у нас есть. И сегодня ваши молитвы, до завтра, молитесь, работать над этим, тогда то, что мы будем слушать завтра, это будет больше благословений для вас. Но не забудьте то, что Бог говорит, нехорошо человек убить одному, не забудьте все то, что мы прошли, не забудьте эксперименты Божии, не забудьте, как Бог нашел Еву для Адама, не забудьте свое сотрудничество с Богом, чтобы пришел прорыв в вашей жизни, в ваших отношениях, в ваших разумениях, чтобы для тех, у кого семьи, чтобы переворот, чтобы партнеры ваши просто заметили, чтобы мы не переживали, если у вас нет семьи, потому что на самом деле у вас семья есть, Бог никого не весит на воздух, у всех есть семья, либо исходная семья, там родители ваши, Бог не хочет, чтобы вы висели на воздух, Бог говорит, оставить отца и мать и сразу прилепиться, Бог не хочет, чтобы вы были там в внутреннем положении, по воздуху висели, так же пока нет новая семья, доверенная Богом, надо остаться в семье, в отношении, с родителями, больше тренироваться, не обязательно жить с родителями, если вам уже 30 лет, но отношения, нет такого человека, у кого нету семьи, может мы не берем ответственность, Бог доверяет нам семье, я буду. В одно из этих мест написано, кто нашел жену, получил благодать от Бога, до этого, да, мы жили в благодати, но кто нашел жену, на одну степень больше возвесел, на один порядок возвел его Бог, бога, потому что если один погоняет тысячи, двоим они будут погонять не девять тысячи, если было бы два, было бы неплохо, но мы знаем, даже если у нас деньги, если у нас не будет правильное разумение, правильное отношение, нам ничего хорошего не будет от этого, может быть что-то маленькое, но если правильное отношение, мы получим больше в Игоре, чем мы должны ценить те отношения, которые у нас есть, и сегодня ваши молитвы до завтра, молитесь работать над этим, это будет больше благословений для вас, но не забудьте то, что Бог говорит, не хорошо человек убит одному, не забудьте, как Бог нашел его для дамы, не забудьте свое сотрудничество с Богом,